Богатый, легкий и гибкий. Язык эсперанто. Самый распространенный искусственный международный язык общения, созданный варшавским окулистом Лазарем Замингофом около полувека назад. Эсперанто язык нейтральный, он не принадлежит ни одной нации, ни одному государству и содействует равноправию языков. 26 июля его поклонники отмечают свой собственный праздник. В канун дня мы связались с делегатом Всемирной эсперанто-ассоциации Абдурахманом Янусовым и решили рассказать вам об этом уникальном языке, расширяющем границы общения и создающем новую реальность. Подробнее по теме от Ханапова. Дружба, взаимоуважение и любовь – это основные идеи эсперанто. Эта история языка во многом драматична. Он появился под лозунгами всемирного братства, а вскоре пережил две мировые войны. Создатель языка Людвиг Замингоф мечтал дать человечеству общий, всем понятный, нейтральный язык. Ведь люди разных национальностей нередко относились друг к другу враждебно. Эту идею он посвятил всю жизнь. Почему эсперанто? Потому что эсперанто не принадлежит ни одному государству, ни одной нации. А если официально избрать какой-то естественный язык, языком международным, это будет означать преимущество каких-то стран во влиянии, в идеологии, да в чем угодно, на финансах. Если мы возьмем несколько требований, которые предъявляются к языку, который претендует стать международным, то это прежде всего нейтральность. Второе, он должен быть легкий. В этом смысле эсперанто не знает себе равных. Абдурахман Юнусов – делегат Всемирной эсперанто-ассоциации. Он знает о языке все или почти все. Автор множества книг, переводчик и учитель. Говорит, что эсперанто вовсе не разрушитель национальной идентичности. Он создан в качестве второго языка, чтобы дополнять, а не вытеснять естественные языки. На самом деле эсперанто заищает языки малых народов, малочисленных народов, точнее, от экспансии имперских языков. Потому что идея эсперантистов не то, что, как некоторые ошибочно полагают, эсперанто должен вытеснить другие языки, ни в коем случае. А родной язык плюс эсперанто. Что, да, мы используем собственные родные языки, спасаем их от вымирания. Да, но в общении с прочим миром мы используем легкий, доступный, благозвучный, нейтральный язык эсперанто. Сколько людей в мире говорят на эсперанто? Данные расходятся от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов. Но ясно одно – изучают его представители самых разных национальностей и религий. На эсперанто даже переведены все основные священные книги, включая Коран. У меня в руках Ляоноблакорано, благородный Коран. Он издан на двух языках, параллельно идут арабские тексты и на эсперанто. Это сделали итальянцы. Профессор, автор перевода, подошел очень серьезно. Ему помогал целый институт. И, естественно, и религиозные деятели контролировали. Эсперанто введен в качестве учебного предмета в школах и университетах многих стран. На него переведены произведения мировых и отечественных классиков, в том числе Расула Гамзатова. Эсперанто – это еще и культура. Флаг, литература, театр и музыка. Йома, он же Жан-Марк Леклерк, занесен в книгу рекордов Гиннесса, как человек, который исполняет песни на наибольшем количестве языков мира. Но больше всего он поет на эсперанто. И даже когда я пригласил его в Дагестан, он говорит, ну послушай, я же должен выучить тогда хотя бы одну аварскую, одну хумыкскую и так далее песню. Освоить эсперанто можно всего за три месяца. Простота в правилах без исключения. Ударение всегда на предпоследний слог. Буквы читаются, как пишутся. Кстати, если вы собираетесь изучать европейские языки, то это может стать отличным подспорьем. После легкого эсперанто гораздо проще учить и понимать другие. Математ Ханапова, Магомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала.